Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Мазин Холли Плей. Сегодня будет очень интересная серия, в этой серии мы посмотрим новую систему светофоров. Также я вам покажу, где поставили новые особняки для семьи. Это будет для вас хорошая возможность, когда добавят, вы будете знать, где они стоят, и вы сможете себе ставить особняк, либо оставить его для себя, либо перепродать. Короче, видео будет очень интересное, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Также можете вводить мой промокод, пишите вместе к апсам Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Холли Плей. Желаю всем приятного просмотра, а тем кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, получается добавили новую систему штрафов именно, новую систему светофоров. То есть, у вас теперь не будет следить администрация, а то, что вы проедете на красный. Я точно узнал, вроде бы как администрация не садит никого за красный, типа это уже ваше дело. Хотите проезжайте на красный, хотите не проезжайте. Эта система еще не полностью доработана, потому что, во-первых, она не на всех светофорах работает, во-вторых, она работает через раз. Сейчас поедем в Арзамас, попробуйте светофор, который меня штрафанул уже один раз. Наглядно вам покажу, как это работает. Так, вот, допустим, я еду, и у нас красный светофор, и я штраф еще не получил. Но вроде бы как возле разработчиков продуктов там есть светофор, за который ты точно должен получить штраф. Как бы они не все работают, вот, это старые светофоры, они не работают. Но есть новые светофоры, за которые точно система даст штраф. Вот, еще один красный проехал. Ну, типа, вроде бы как администрация не садит за это, поэтому я так на лгое еду. Просто вам показать, что это работает. Так, вот у нас получается красный свет, проезжаем. Вот, пацаны, я получил штраф. Нарушение, вы проехали красный свет. Я получил штраф 12 тысяч. Да, конечно, штрафы получать специально, это такая себе затея, но это все для видео, пацаны. Все равно, даже если штрафы дают, я стою на красном и не еду. Я просто решил для эксперимента вам показать то, что, как это работает вообще. Вот, у нас сейчас загорается красный, и мы пробуем проехать на красный. Вот, проезжаем на красный. Все, у нас штрафует обратно. То есть, вот так это все выглядит. Давайте можем еще раз проехать, в принципе, как бы вообще без разницы. Как бы, да, это еще не совсем доработанная система, но, как бы, это работает. Не на всех светофорах, но, как бы, работает. Вот, я еще раз штраф получил. Мы можем так целый день, в принципе, делать. Штраф у нас получается 12 тысяч, каждый раз. Возможно, штраф увеличат, возможно, уменьшат. Хотя, вряд ли его сделаю поменьше, потому что, ну, в этом потом никакого смысла не будет. То есть, каждый раз у вас штраф получается 12 тысяч, и у вас 3 из 25 штрафов. Ну, лично у меня. То есть, если вы получаете 25 штрафов, у вас добираются права. Вот, обратно проезжаю. Все, я получил. Вы проехали перекресток на красный свет. Из-за этого мне дают штраф. Давайте сейчас поедем, я оплачу штрафы, и уже поедем, покажу вам сами особняки, которые нового добавили, чтобы вы знали, где они находятся. Итак, пацаны, первый особняк у нас, получается, находится в Арзамасе, недалеко от ФСБ, вон здание ФСБ. И вот здесь находится новый особнячок, который еще не задействован. То есть, как бы, маппинг есть, но чекпоинта нету. Давайте я вам покажу даже. Вот, мы подходим, ну, здесь ничего нету. Но в скором времени, в принципе, все будет готово уже, и вы сможете его спокойно себе купить. Вообще, пацаны, для чего добавили новые особняки, я думаю, вы спросите. Ну, тот, кто умный, тот уже давно догадался. Из-за того, что сейчас хороший онлайн на серваке, на всех сервах Амазинга, вот даже сейчас онлайн 760, бывает 800 онлайн. Поток новых людей идет, идет каждый день. Даже там люди с Малиновки приходят, с других проектов. И из-за этого другие тоже хотят, знаете, создать семью, купить себе особняк, купить машины. И разработчики, я так понял, пошли навстречу и решили сделать еще несколько особняков. Вот в этом реально не красавчики. Я лично нашел только 4 новых особняков, возможно, их больше. Да, пацаны, возможно, вам это неинтересно, типа, зачем ты нам показываешь, где стоят особняки, которые нельзя купить. Но я уверен, что через 2 дня, через 3 дня, возможно, даже сегодня ночью, просто возьмут и добавят, как бы, чекпоинт особняку, и вы сможете его словить. То есть я вам показываю для того, чтобы вы потом в дальнейшем, когда посмотрите это видео, зашли на сервак, нашли этот особняк и попытались его словить. Итак, пацаны, вот еще получается один новый особняк. Это у нас тоже Арзамас возле вокзала. Вон вокзал Арзамаса. И вот здесь, напротив 2.4 на 7, находится новый особняк, который также не задействован, в принципе. Следующий особняк стоит, получается, как ехать из Батырева в Арзамас, то есть трасса Арзамас-Батырева. И вот здесь, где раньше было ФСБ, ну, грубо говоря, здесь раньше ФСБ было. И вот здесь стоит особнячок. Тоже такой прикольненький, в принципе, они все одинаковые. Воск у них, я думаю, примерно будет там, ну, около 50 миллионов. От 50 миллионов, я думаю, сможете купить себе по госу вот такой вот особняк. Ну, если, конечно, сможете словить. Ну, и последний особняк, который я нашел, который именно добавили, это, получается, в Батырева. Ну, где ферма, короче, не задействована. Я не знаю, как вам объяснить даже. Ну, я думаю, кто играет на мазинке частенько, тот поймет. Вот, давайте я по карте покажу, в принципе. Ну, вот, Батырева, получается. Это новая Батырева или не новая, я не помню, как она называется. Роговичи, короче, да. Это пацаны Роговичи. И вот здесь, прям возле трассы, находится особнячок. Ладно, пацаны, если у нас уже речь пошла про особняки, давайте я выскажу чисто свое мнение. И скажу, какие особняки на Серваке, я считаю, самые классные. И которые мне нравятся. Самые классные особняки, я считаю, это в Южном, который находится возле воды. И потом на Рублевке, которая напротив Анашана, тоже там очень классный особняк. Наверное, самый классный из Серваке именно. Но, прям, самый крутой особняк, я считаю, это именно на Рублевке напротив Анашана. Потом, на втором месте, я думаю, что это наш особняк в Батырево, который находится вот возле водички, в принципе. Ну, я считаю, что реально кайфовое место. Ну, и на третьем месте, получается, особняк, который в Южном. Ну, чисто это личному мнению, пацаны. Да, любой особняк, это очень круто, но это самые крутые особняки, которые, я считаю, именно по своему мнению. Самые плохие особняки, я считаю, что в Батырево, потому что, ну, там нету вообще ничего. Как бы, там нету ни заправок рядом, ни 2.4 на 7, ничего вообще. Типа, ну, и там они все в кучу, знаете, типа, сложены. Как бы, да, это, я считаю, такое себе. Ну, типа, я считаю, что я вообще красавчик, то, что словил этот особняк. И я не жалею то, что на него потратил столько денег. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok